Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Время 12, я сегодня очень поздно встала. Сразу быстренько сделала макияж, накрыла на стол, приготовила вот такую вот пасту карбонару. Она у меня с колбаской, обычно ее готовят с беконом или еще с чем-то, но получается очень вкусно. Как вкусно! Под этот лук я хотела еще надеть свои голубые сережки, которые заказала Шейн. И ни разу никуда не носила. Хотя нет, один раз надевала эти сережки. Вы знаете, очень странная такая особенность. Мне некомфортно в этих сережках, я себя чувствую как-то дешево что ли, не могу описать. В общем, как там. Конкретно не очень себя чувствую с этими сережками, поэтому решила оставить свои вот эти вот золотые, минималистичные. Цепочечка у меня тоже золотая. Вот. И сегодня я буду отвечать на вопросы, которые вы мне задавали в Инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы быть уведомленным о всем, что происходит в моей жизни. Здесь кажется мало, на самом деле здесь много. Взяла двойную порцию лапши и 30% сливки, именно жирные сливки. Итак, первый вопрос. Вопрос задает Мадина. Мадиночка, тебе огромный привет. Айка, была ли ситуация, когда ты сильно спорила, а в конце оказалась неправа? Все эти истории прям так и не вспомнишь, наверняка были. Обычно я не спорю, если я не уверена в том, что я права. А даже если я уверена, что я права, иногда тоже не спорю. Мне однажды пытались вынушить, что брейки-то можно снимать. Я объясняю, что нет пластины, можно снять, а брейки-то нельзя снимать, когда ты хочешь, а потом надевать и так далее. Нет, говорит, ты просто не знаешь. Я обычно в таких случаях не спорю. Но был однажды случай, когда я ходила на занятия, вместе со мной ходила еще девочка, которая потом переехала, кстати, в Грузию. И мы тогда были абитуриентками, и, понятное дело, денег у нас особо не водилось. И у нее были такие кудрявые волосы, прям конкретно кудрявые, и она хотела их выпрямить. И думала, что бы сделать. Я ей сказала, что можно сделать кератиновое выпрямление. Она сказала, что кератин это слишком дорого. Есть другие варианты. Где-то в магазине она увидела какое-то средство, которое стоит 5 монат, и которым можно выпрямить волосы на полгода. Название было «Глад» какой-то. Я ей говорю, не трать деньги. Я говорю, если даже волосы выпрямятся ненадолго, может, на неделю или дней на 10. А может, до следующего купания, например. В общем, она долго думала. Я ей говорила, что если бы были такие средства, которые так сразу упрямляют волосы на полгода, вот кто бы отдавал такие огромные деньги, делая в упрямление волос кератиновое, например. Зачем? Я прям спорила с ней, что это полнейшая фигня. Но она, в свою очередь, не послушала меня. Решила все-таки купить эту штуку. Потому что она ей стоила недорого. Сделала выпрямление. Я ей тоже помогла. Мы нанесли это средство на голову. Отступая от кончиков где-то, наверное, 1 см, может, чуть-чуть побольше. И оставили на 40 минут. Прошло это время, потом она смыла. У нее волосы были идеально ровные. Я ей, честно, сразу не удивилась. Я подумала, до следующего купания это эффект. А потом, прошла неделя-другая, я заметила, что у нее прямые волосы. Я у нее спрашивала, говорит, ты выпрямляешь волосы? Она говорит, нет. И самый прикол, что ей так шло. То есть шли прямые именно волосы. Когда они у нее кудрявые были, казались короткие. Смотрелось не очень. Одно дело у тебя прям локон, а другое дело просто вот так вот. И, в общем, прошел месяц, другой. Волосы стали не прям супер прямыми, да, понятное дело. Чуть-чуть с волной. Но все равно волосы значительно выпрямились. Выглядели гораздо лучше, чем они выглядели изначально. Мне сейчас немножко стыдно стало, что я спорила по этому поводу. Она даже предложила мне тоже сделать. А сейчас, кстати, это средство я не могу найти. Хотя я не хочу супер прямые волосы. У меня и так и они прямые, если ничего с ними не делать. У меня в этом плане очень послушные волосы. Просто вымоешь, высушишь, будут прямые. Заплетешь косичку, будут кудрявые. Возьмешь плойку в руки, будут волны красивые. В общем, я, получается, спорила. Но потом я оказалась не права. Прикиньте, хорошо ж на деньги не поспорила. И вот с тех пор прошло лет 7, наверное. Может, даже больше. Я в магазинах нигде больше не вижу это средство. Глад называлось. Если кто-то из моих подписчиц из Баку тоже использовал это средство, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне оно, в принципе, не нужно. Просто я его не видела на прилавках. Нигде. Это магазин, где мы купили. Он тоже закрылся. Вообще, подобные магазины, они уже закрываются. В каком плане, могу объяснить. Такой небольшой ларечек с косметикой был. Где-то там, не знаю, 20 квадрат такой типа магазин. Они закрываются, потому что уже никто в такие магазины не заходит. Многие вообще заказывают все онлайн. Из Турции. Я когда увидела Estee Lauder Double Wear тональный в два раза дешевле в Турции, чем у нас, я поняла, почему они заказывают все. Многие у нас идут в магазины, меряют. Например, понравилась им какая-то кофточка в Zara. Померили, узнали свой размер. Этот размер они просто заказывают и получается в два раза дешевле. Короче, очень выгодно. Все меряют, никто ничего не покупает. А покупают потом онлайн. И вот эти магазинчики, они потихоньку закрываются. Вообще, даже маленькие супермаркеты, какие-то ларечки, все закрывается. Люди идут туда, где есть выбор. Это, с одной стороны, логично. Я вообще в свое время была сторонником того, что, если даже люди косметику покупают онлайн, какие-то органайзеры, какие-то мелочи, одежду люди не будут покупать онлайн, потому что одежду нужно пощупать, посмотреть, потрогать, сделать вывод, померить. Сейчас у кого что не спросишь, где купила, я тебе кину ссылку. Я тебе кину ссылку. Вот так вот. Да есть, честно, неохота. Чтобы что-то выбрать, нужно потратить целый день, поехать в торговый центр, обойти все магазины. Я не знаю, как у вас, но у нас огромные очереди в торговых центрах, все все меряют. Единственное, последний раз, когда мы гуляли с подругой, никого не было в торговом центре, потому что все магазины были закрыты. И, к счастью, единственный нью-йоркер, он работал до 11, все, получается, работали до 10, а он до 11, и там никого не было, просто пустые раздевалки, мы спокойно переоделись и так далее, а то навалом и просто народу. Хотя у нас молов очень много, у нас, наверное, на один город где-то 10 молов, и все они забиты. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка, пока.